Девушки отдыхают В матче с командой варваров мой предок установил правила относительно нарушений и неспортивного поведения Максибилариус ввел несколько простых правил Было признано нарушением бить соперника, хватать его или отталкивать Думаю, трудновато было заставить их запомнить это Да, и также нарушением стало считаться сильно толкать соперника или пытаться поставить ему под ножку А также стало считаться верхом неспортивного плохого поведения, плюнуть на кого-либо, включая зрителей Очень серьезное нарушение — оскорбить судью Ты удален! Ты идиот! Зачем ты это сделал? Я сыт тобой по горло! Теперь они дерутся между собой А что, можно, Мак? Нет, нельзя нападать ни на кого, включая товарища по команде Это серьезное нарушение Это правило также защищает вратарей И оно было введено моим предком, Маком Витанго Ворота? Я не это имел в виду Как мы знаем, вратарь — это единственный игрок, кто может держать мяч в руках Когда исполняется угловой удар, противник не может мешать ему или отвлекать его Так он просто неприкасаем в зоне пенальти Серьезным нарушением правил является также попытка помешать вратарю отразить или поймать штрафной удар А голкипер может только отразить штрафной удар? Нет, он может покинуть зону пенальти, как и любой другой игрок И производить угловые удары, вбрасывания и даже выполнять пенальти Но в этих случаях вратарь уже не может взять в руки мяч, посланный ему пасом или вброшенный игроком его команды Но если мяч попадает к нему, отскочив от головы, груди или колена игрока, вратарь может взять его А теперь поговорим о нарушениях, которые допускают сами вратари Вратарь не может намеренно ударить игрока соперников даже при помощи мяча И он может сделать только четыре шага, держа мяч в руках Он может держать его у себя только шесть минут Секунд! То есть я хотел сказать секунд А если он задержит мяч дольше, он может получить желтую карточку Ты понял это, Мак? Если вратарь выпустил мяч, он не может снова взять его в руки, пока его не коснется любой другой игрок До этого вратарь может использовать только ноги Хорошо, итак, мы закончили с нарушениями, Мак Нет, еще есть много чего насчет нарушений неспортивного поведения А я и не думал, что что-то осталось, что мы что-то упустили Ну что ж, есть еще создание препятствия игроку, посмотри сюда Является нарушением создания, преграждения, продвижения сопернику Либо попытка затруднить его продвижение путем помещения себя между ним и мячом Это нарушение карается свободным ударом Вот это нарушение! Нет, это не серьезное нарушение правил Просто создание помех, все равно как ты мешаешь мне с моим компьютером Мой предок, Мак Виджоу, установил правила относительно помех, потому что клуб конкистадоров намерен был выиграть любой ценой Смотри! В этом случае назначается свободный удар, поскольку игрок своим телом блокировал соперника А что если он не владел мячом, когда был блокирован? Это нарушение? Вообще-то да Однако не считается нарушением случаи, когда игрок использует свое тело как щит, чтобы мяч не дошел до соперника А что насчет опасной игры? Я как раз подбирался к этому Опасной игрой считается такое положение, в котором игрок одной команды, по мнению судьи, создает опасность для игрока другой Ему не обязательно причинять вред в реальности, достаточно намерений Мой французский предок, Мак Хон Хи Хон, ввел это правило во время матча между командами дворян и революционерами Что же мне делать? Где мой дворецкий? Эй ты, ты пытался поставить подножку двумя ногами Нет, это уже нарушение правил А если ты ударил соперника, то это серьезное нарушение правил Серьезное для соперника Опасная игра это поднять ногу на вратаря, пытающегося взять мяч А также на игрока, когда мяч находится на уровне головы, груди или плеча А также пытаться играть головой, если мяч ниже уровня колена Все это наказывается свободным ударом Ладно, я все понял Также опасной игрой признается поднятая в воздух нога, когда вратарь готовится отдать мяч А также попытка удара двумя ногами в прыжке через спину Если соперник находится достаточно близко, чтобы быть ударенным Ну что ж, разумно, эти оба случая описывают активно опасную игру Но есть и пассивно опасная игра Когда игрок подвергает себя неоправданной опасности Играя головой в то время, когда соперник владеет мячом, находящимся на уровне колена Берегись, Мак! Думаю, я лучше поберегусь, пока ты не вынес мне предупреждение за опасную игру, Мак! Мик, где ты? Мы еще не закончили с этим правилом Я готов, Мак!